доброе утро друзья вопрос здравствуйте михаил меня зовут антон мне без двух недель 19 живу и учусь я в украине по специальности защита информационных и телекоммуникационных систем которая тесно связана с айти смотрю ваш канал уже около трех лет вот и пришел мой черед написать вам письмо в надежде услышать ответ я хочу в америку сколько себя помню лет шесть назад то есть в 13 лет я задумался о том чтобы когда-нибудь эмигрировать сша и решил что я должен там хотя бы побывать один из вариантов это замечательная программа work and travel вот настал тот час через сутки я буду находиться в самолете несущим меня в америку с английским у меня отлично я свободно говорю о чем-либо в мой план входит работа чтобы в первые два два с половиной месяца отбить стоимость поездки и вернуть долг родителям благодаря которым я попал в сша а затем если все получится сменить статус на f1 поступив еще не выбранную школу и остаться на какое-то время в стране легально так как я не хочу иметь проблем законом но ко мне стали закрадываться сомнения молодец стоит ли мне начинать процесс эмиграции сейчас или вернуться домой закончить обучение в университете и пробовать эмигрировать другими путями учусь я неплохо но и не отлично с математикой программирования у меня проблемы может быть не стараюсь хотя в целом мне и гуманитарные и технические науки даются но и не на высшем уровне остаться на стипендию ума хватает заранее спасибо ну давайте поболтаем давайте мы друзья начнем с того что есть некоторые противоречия которые я так наблюдаю в этом тексте и некоторое смешение приоритет противоречия ну вот например парень приезжает work and travel за пару месяцев он хочет отбить стоимость поездки и вернуть в долг родителям для чего он хочет вернуть долг родителям для того чтобы сделать тут же гораздо больший долг связанные с тем чтобы оказаться на студенческой визе или как он себе представляет жить в стране что само по себе дорого даже даже если бы он учился бесплатно но он должен где-то жить значит он хочет поменять визу на студенческую но где-то учиться при этом то есть зачем возвращать родителям какой-то смехотворную сумму если тут же ты хочешь там раздеть на гораздо большую неизвестные продолжительности вообще то есть я бы не стал как бы сильно заботиться сейчас о том чтобы родителям что-то вернуть видимо они готовы там потратиться и тогда если вообще вопрос toyota визе f1 следующий вопрос вот мы говорим о приоритетах а каким образом нахождение в стране по визе f1 может рассматриваться как то что он начал иммиграцию он ведь я не хочу начинать иммиграцию у меня солнце на туда даже сейчас разверну камеру огонь не хочу там начинать свою иммиграцию с конфликтов там с нарушением там миграционного режима это а виза f1 не является иммиграционной и если вы чего-нибудь такого специального не совершите получитесь поедите домой вот ничего иммиграционного в ней нету поэтому вы уже определитесь вы иммигрируете ли вы чего значит вот собственно там вопрос такой стоит ли мне доучиться и потом поехать какими-то другими путями но давай мы прямо сейчас определимся какими путями ты поедешь потому что я сомневаюсь что какие-то новые пути возникнут за за там несколько лет которые нужно чтобы закончить он не сказал где учиться даже учусь по специальности я честно я уже в техникуме в институте где он учится не могу сказать не суть значит понятно что в 19 лет он там не сильно проучился но хочешь иммигрировать иммигрируй но не хочешь иммигрировать не иммигрируй но моменту окончания института ты скажи сейчас вот ты скажи сейчас я тогда поеду вот так и тогда станет понятно на самом деле что ты сильно никуда не поедешь вот как только вы скажете себе я поеду вот этим способом вдруг выяснится что не очень поедешь а каким ну закончите вы что-то по айтишной специальности молодец ну и чего рабочая виза но вот сегодня с рабочей визой ты далеко не уезжаешь я уже не говорю о том что поработать же надо несколько лет то есть во первых это откладывается там ну скажем от сегодняшнего дня там лет на на 7 на 8 а то и на 10 пока ты там начнешь что-то из себя представлять чтобы тебя захотели взять куда-то за границу за это время ты обрастешь может быть уже семьей там может быть детками может быть там я не знаю чем и так и будешь вот там не никуда ты не поедешь шансы на то что вы не оставшись сейчас сможете это сделать потом особенно после окончания института эти шансы стремительно так катастрофически стремятся в никуда поэтому я вот как бы за то что вещи называть своими именами да вот я потом как-нибудь потом как-нибудь это значит что никогда и не получится не и ничего и не получится вот собственно и все я просто перевожу на простой язык такой понятный остаться на какое-то время стране легально по f1 так как я не хочу ведь проблем законом но ко мне стали заказывать сомнения стоит ли начать процесс иммиграции сейчас или вернуться домой значит для того чтобы начинать процесс иммиграции сейчас ночевам надо приехать так через месяц подать там скажем на политику через месяц это никак не ущемляет вашу способность продолжать работать и зарабатывать на work and travel что очень удобно родителям придется потратиться на ваш там на вашего адвоката сколько там это стоит там 6 тысяч вот значит и зарабатывать все на здоровье то есть из тех шести месяцев там пяти шести шести которые вам нужны будут для получения полноценного разрешения на работу да значит вы большую часть этого срока покроет ваша джейвана будете зарабатывать ну так вас ваша нелегальная работа там может мисчишка другого нужно будет поработать нелегально и собственно и все вот так просто все в общем то то есть я даже не вижу здесь какой-то такой темы что можно было сильно взвесить вот в ту сторону или в эту сторону потому что как только мы выбираем как бы такую детскую романтическую такую знаете мечтательную часть я и остаемся при сухих фактах так получается что выбирать то нечего если мы исходим из того что человек всегда хотел эмигрировать если это желание не пропадает вот через там допустим две-три недели у него пребывания в сша потому что может быть он приедет power can travel и скажет боже и это вот об этом я мечтал нет моя зона комфорта находится дома там где он там вот в украине живет вот собственно и все значит если желание проходит вперед таких как вы каждый год я не знаю статистики не никакой но я могу сказать что невероятное количество молодых людей вот таких как вы вот остается с work and travel каждый год там кто замуж выходит кто это легализуется через брак там кто легализуется через политическое убежище там я я вижу и тех и других в больших количествах вот ну и собственно и все а чего там дальше будет даже не знаю вот соответственно чете работать начнете учиться значит пройдет годик вы получите статус там постоянного резидента да в штате где вы живете сможете за копейки там реально получать образование нормальное американское в той же компьютер сайенс если хотите вот и все и все и жизнь сделана ну как бы в молодые годы жизнь делается гораздо быстрее чем если вам будет там на 10 лет или на 20 лет больше вот то там намного намного сложнее там меньше возможностей дорог меньше открытых вот так что тем более английский у него на месте я даже не знаю я я не хочу вас поощрять к иммиграции я просто исхожу из того что у вас желание это есть там как бы заявлено что есть и фактически мы обсуждаем только путь вот а из того что я понимаю значит у нас путь только один вот прямо сейчас и и по политике например вот и все а все остальное это не пути все остальное это как бы какой-то туман такой который рассеется и ничего не останется вот вот собственно и все так и так бы я сказал да давайте мы пожелаем нашему 18 почти 19 лет нему зрителю чтобы у него все получилось что он там себе задумал получилось в смысле вот чтобы то что он хочет у него получалось желание будут меняться что очень естественно не только в этом 18 19 лет но и там их 50 тоже меняются поэтому вот в соответствии с изменяющимися желаниями вот пусть у него все хорошо получится такой подрезали можно сказать но а тут справа стройка идет и я друзья не не могу сказать хорошо ли вам видно вот но строили строили знаете чё тут понастроили вот идет стройка а там справа уже бумагу все поснимали такой красивый домик построился вот так и человек с его жизнью понимаете так вот он строит что-то строит строит где-то заметно где-то заметно где-то незаметно потом раз леса убрали а тут такое вот так что пусть наш молодой человек будет успешным довольным чтобы родители тоже его поддерживали и как бы и чтобы он с ними считался и прислушивался в общем я чувствую строители у него хорошие так они как бы вкладывают в него так я бы так назвал такими словами может быть во всяком случае они стараются чтобы он не чувствовал себя ущемленным зажатым загнанным в угол там кем-то внешними обстоятельствами там хочешь поехать на те денег поезжай в эти то есть это на самом деле очень здорово когда есть родители которые могут и которые не просто могут а еще и хотят дать тебе денежки чтобы ты сознательно принимал важные решения в своей жизни это очень-очень здорово я я вам советую родителей и ценить и поблагодарить там отдельные тогда счастлива